Возьмем цилиндрическую кружку и положим на ее дно гладкий экран из белой бумаги. Посветим внутрь кружки фонариком, так чтобы его лучи падали под углом и отражались от стенки. На экране появляется красивый световой рисунок, похожий на летящую птицу. Этот рисунок называется оптической каустикой. Чтобы понять, как он возникает, мы нарисовали в программе Алгуду полукруглое зеркало и направили на него пучок параллельных лучей. Лучи, идущие близко к оси системы, после отражения проходят через фокус. Лучи, идущие далеко от оси, после отражения в фокус уже не попадают. Однако каждый отраженный луч касается каустики, общей огибающей линией для всех лучей. Каустика ярко освещена, потому что все отраженные лучи проходят поблизости от нее. Эту съемку мы ведем в солнечный день на песчаном пляже. Волны идут по поверхности воды, а по дну вслед за ними бегут красивые, волнующиеся узоры из четко очерченных световых полос. Чтобы объяснить это явление, нарисуем волну на поверхности воды и направим на нее вертикальный пучок параллельных лучей. Гребни волны действуют как собирающие линзы, а впадины как рассеивающие. Свет фокусируется на некоторой глубине под гребнями. А дальше световые лучи огибаются каустиками. Если дно совсем не глубокое, изменения в его освещенности будут небольшими. А при достаточной глубине светлые полосы с четкими границами будут перемежаться с темными областями. Прекрасные каустические узоры можно получить, если посветить лазерной указкой на рифленое стекло с мелкими пупырышками. В этих каустиках хорошо видны чередующиеся темные и светлые полосы, которые возникают из-за дифракции света. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова